Реальности и ожидания, они разные были. Я хотела, я духовная была, хотела духовно служить, и вдруг замуж выхожу, через три месяца я беременна, и вот эти заботы, и я одна, с ребенком, молодая, вот у меня вот нервы пошатались. Парень должен перед друзьями отвечать, как он оставляет жену и детей, это просто, он будет сам на 10 низких, которые своих детей оставляют, идет другим. К сожалению, сегодня учение церкви, допустим, семья и брак, очень поверхностно. Если кто-то грешен водой, кто-то грешен духом, то мы грешены слезами. Понимаете, вот Анна умерла, и мы не знаем, где ее похоронить, вот просто не знаем. День, мы не думали об этом, мы не верили, что... И все колонируешь, кроме смерти. Вот он должен решить этот вопрос, вы понимаете, как сказать это? Вот, допустим, чем я считаю, что я благословляю ее? Я ее не запрещал служить, делать свою работу. Чем она меня благословила, не запрещал, мы палки, колеса не ставили друг к другу. На сколько баллов из 10 вы оцениваете свои отношения в начале супружеской жизни и сейчас? В начале будет 20, а потом спускается. Всем здравствуйте! Добро пожаловать на наш канал и домой к Артуру Елесуне Симоньян. Спасибо большое, что приятели. Мы напрашиваемся к разным семьям в гости, где-то, чтобы поговорить на семейные темы. У нас есть вопросы для вас, игры для вас, даже вызов небольшой у нас будет сегодня в конце нашего выпуска, поэтому смотрите до конца обязательно. От Артура у нас будет небольшой... Он еще не знает об этом, но... Я не знаю, что со мной будет, обычно все предупреждают, говорят... Нет, мы говорили об этом, что про рецепт, помните про рецепт, что мы говорили, да. Но прежде чем мы начнем, небольшая видео-визитка для тех, кто может быть не знаком с вашей семьей, в двух словах об Артуре Елесуне Симоньян. Артур Елесуне Симоньян женат уже более 25 лет. Они одни из самых известных христианских служителей не только в СНГ, но и во всем мире. Артур старший пастор церкви Слова Жизни Армении, любит активный отдых, а о том, как вкусно он готовит, ходят легенды. Лусине увлекается строительством и вдохновляется мужем и внучкой. Два года назад в их семье случилась трагедия, они потеряли дочь, но остались верны Богу и продолжают служить и быть примером для нас всех. А начнем мы с самого интересующего незамужних, дам, наверное, больше всего вопроса. А как же начались ваши отношения? Мы знаем, что вы были друзьями, это уже не любовь с первого взгляда. Вот, но все же... Вдруг любовь с первого взгляда. Артур, мы хотим спросить у вас, как вы поняли, что Лусине она та самая? Хорошо, начнем с того, что у нас не было любовь с первого взгляда, а я был лидер ячейки ее, конечно. И она только покаялась из мира, задала самый такой вопрос, что неожиданно, обычно, когда ячейку приходят, все духовные, все это сами, она такая прямая. И первый вопрос, который я получил странной в ячейке, это как раз она задала, говорит, теперь если вам ударят одну, вы еще другую щелочку поставите, да? И, в общем, мне приходилось долго объяснять, но она была очень активна, как и я активна. Это когда мы говорим про церковь, это вы не думайте, что эта церковь большая, здание, порядок, просто это несколько человек, несколько домашних групп, и мы как дикые люди идем молиться. И у нас все молитвы началось, потому что мы вместе шли молиться, и тогда, в 90-е годы, в земле трясения. И у нас часто в доме вы бывали, видео смотрели, да? Это было такое голодное времена, голодное времена было, и мы пешком поднимались, потому что транспорта не было, ничего, все, Советский Союз глохнул, все это. Бензина не было, машин не было, но от молодежи, куда мы собирались в молодежное здание, до нашего дома, в середине был их дом, и мы с Леней обычно заходили, ее мама была лидер нашей домашней группы, ну, один из лидеров. Мы заходили, она всегда вкусные вещи готовила, шашлыки всякие, и поэтому так получилось, что долго у них дома сидели, игрались и стали очень близкими, но я хотел ее женить, чтобы у нее был счастливый брак, такой, находил парней для нее, она для меня находилась. Вы искали партнера для Лесена? Да, и она для меня искала, что она мне предлагала, какой девочке подойдет мне больше всего, это самое, и мы так очень близко дружили, ну, очень, как брат и сестра просто даже, но однажды уже она была лидером тогда милосердии, она приехала, у нас там был склад, я ее встретил, и вот первые чувства тогда были, но до этого я сон увидел, такой сон, теперь только понимаешь, что у меня пророческие сны тогда и начались, наверное, я, ну, у меня был, я выбрал другого, ну, не говорил, но просто думал в мыслях, было такое, и вижу сон, и такой камер, какой-то общий план, и поблизко, близко, 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 и вижу, возле меня девушка сидит. И ты в церкви? В церкви, да, я в церкви первого ряду сижу, ну, как чувствую, что я пастор в церкви, и рядом со мной девушка сидит, и близко, близко, и думаю, кто же это она, кто же это она, во сне я думаю, и смотрю Люся, просыпаюсь, и говорю, во имя себя разрушает этот сон, это сон. Что ты боялся, чтобы я твоих желающих? Потому что я думал, мы так близко, или был плохие мысли, а что-то, но до этого, как у нас знакомств, я очень дико молился за людей, и однажды из платформы я упал на одну девочку, просто, и у меня подсказнулся, и я прямо с платформы рухнул, и она упала, и я на нее, это была она как раз, это был первый такой контакт. Это был первый день, когда моя мама в церковь пришла, я так ударилась о пол, она с последним рядом кричит, и она бежит ко мне, думает, меня не стало. Часто мне сказали, что как ты жену нашел, я упал на нее, все думают, я шучу, но реально из платформы упал на нее, и тогда первые сигналы, когда я не знаю. Когда я упал тогда? Не, не, ну после, да, да, никаких сигналов не было. Да, уже тогда было, вот, ну, потом ты была. Да, а как, Леся, а вы как, какой был момент, что вы такая, ммм, Артур, знаете, у нас ячейка молодых таких служителей была, я помню, он однажды такой духовный вопрос задал, какой идеал, нет, один, значит, музыкант приехал из Прибалтики, рассказал, как он лист сделал, какая его жена должна быть, рост, критерии, голубые глаза, высокие, вот такой вот. И вот мы пришли, на следующий день ячейка, все мы написали, какие у нас критерии, какого мужа хотят, а он терпения не имеет, и вдруг в конце говорит, давайте откроем, кто что написал, в общем, все открыли, все показали, что написали, он тоже что-то написал, и мы открываем, а у него написано, хочу миллион душ спасать, все, я такая расстроилась, говорю, все, не смогу его женить на той девушке, на которую я хочу, классная девушка у нас одна была, в общем, я говорю, как жаль, он не хочет замуж, а его критерии вообще не попадут, нет, пожениться, то есть, да, а критерии мои другие, какие, ну хоть несколько, вы можете вспомнить, какие критерии, нет, не скажу, сейчас не будут эти критерии, тогда я молодая была, точно не те критерии, в общем, цвет глаз, который там написано был, в советском Севере не существует, я не знаю, ну в общем, это сейчас не мой вкус, я помню только один раз, когда я порвала этот лист, мы там у себя держали дома, эти критерии, и однажды я порвала это, и сказала, господи, я доверяю твоему вкусу, а не моему, потому что я знаю, ты знаешь, лучше для меня, она прекратила дверить, ту-ду лист, да, да, лист критерии, я как-то, я помню, я порвала, и после этого, что я хочу сказать, однажды его не было, он куда-то уехал, и вдруг чувствую, что я скучаю по нему, первый день, иду в церковь, какая-то такая, знаете, нету веселья моего, я вдруг заметила, что какие-то чувства у меня есть, и я пошла и помолилась, чтобы Бог убрал эти чувства, это до сих пор, я не хотела, чтобы влюбиться, как бы, в него, тогда он не был, конечно, пастором Артуром, был лидером домашней ячейки, не таким звездным, но очень хорошим другом был, был пасторское служение, но это был маленький, там, наш хороший друг, таких друзей, очень много у нас было, ну, вот так, такие чувства, я помолилась, и сказала, господи, если это твоя воля, в общем, я ухожу из этой компании, пускай все от тебя будет, то есть, я ничего искусственно не буду создавать, как бы, показывать чувства, или, и вот так. Он вернулся, а кто сделал первый шаг, как это получилось там? Мы очень стеснительные были. Мы все, мы все общались, но что-то предложение делать, когда я увидел, как Давид сделал предложение моей дочке, и я думал, боже мой, какая же я была в деревне просто, не то, что через, внутрь у меня какая-то... Мы в фильме не смотрели, Артур, понимаете, так далее... Голливудских фильмов дня было. Я не могу подготовить, как моей дочке сделали предложение, это был в Норвегии, он пошел, как будто остров нашел, который людей нету, стол туда поташил, любимый суши, моей дочке, лодку взял, лодку взял, цветы, музыка, и она приходит, он какой-то островок маленький, никого, там стол, и суши, цветы, и он предложение кольцо, я думал, боже мой, у нас реально в Советском Союзе, в Советском Союзе была такая песня, квадратный человек, квадратной головой, когда говорит квадратные слова, вот это чисто человек советский, понимаете, никакой фантазии, такой грубости, что Советский Союз нам давал, реально, это грубость, и поэтому часто старшее поколение, моё поколение, мы чуть грубоваты, потому что даже запрещали на паспорт смеяться, если ты паспорт, даже улыбаться не делал, и поэтому мы поднимаемся так, идём на молитвы, мы шли к молитве, и я до сих пор это помню, такой подъём, мы поднимались к остановке, где транспорт, я говорю, Люся, в общем, у меня сердце такое, я хочу, чтобы ты был моё, ты был моё. Догадывайся, и какой у тебя ответ? И говорю, ой да, какой у тебя положительный ответ? Я сказал, и не надо ответить, потом ответить, сейчас не хочу ответа, слушай, убежал оттуда, и убежали, и как же помолиться, а потом проходят дни, я говорю, ну как, у тебя какой ответ? И она говорит, ты скажи, я говорю, конечно, да, ну, значит, да и всё, вот это было. Ну, что интересно? потом такое было, через два дня он такое сказал, мне говорит, в общем, сейчас уже твоя жизнь, как бы от меня, зависит, всё, что ты не будешь делать, как бы подотчётный. Я глава. Я глава, что такие слова говорят, это не по его характеру, понимаете? Я чувствую, как вот это, знаете, как будто теплую воду, вот с ног до головы. Я помню, ноги начали кипеть, потом вот просто они имели руки, я чувствую, волосы уже дымом встают, я чувствую, реально чувствую, я говорю, как бы мне его просто отказать, вот сказать, знаешь, братец, всё хорошо, я подумала, давай, каждый своей дорогой, и единственное, единственное, что меня удержало, это то, что вот в Библии написано, пускай твое да будет да, нет будет нет, вот единственное слово, которое удержало меня. могла тебе же добавить, вот я говорю, мы были грубые, да, но все мои друзья, вот моего поколения, сделали предложение своих девочек, так грубое, всё это, ну, крепкое семя, сегодня очень романтично, очень такое, чувствую, инстаграм идеальные, инстаграм, чуть ли кто-то улицу закрывает, какие-то мерседесы, а потом женится через пару месяцев и разводится. Получается, мы были грубые, но крепкой семье получился, а сегодня очень много романтики, вот если была бы сегодняшняя романтика и вчерашнее решение, как быть вместе, не оставлять друг друга, это было бы вообще круто. Сейчас мы уже не знаем, в церквях как бы мальчик, парень с девушкой дружит два месяца, три месяца, окей, мы привыкаем к этой паре, мы как бы в гости зовём, и вдруг их опять нету, да, вот как бы и расстались, потом другая очередная девушка, и уже у нас чувство таких, всё-таки он поженит, мы уже не серьёзно относимся к таким отношениям. А как вы думаете правильно, свидания какие-то или что, как вот принять эти решения? Нет, Антон, смотри, дело в том, что всегда страдает женский пол. Ну да. Вот это нечестно, но она вот так, да, мужчина всегда жених, но женщина не всегда, девочки не всегда невесты, и получается, девчонка три года теряет с этим парнем, ну, друг, ну, трилет, ну, и бывает 6 лет семье, да, но вот её время, которое начинается от 20 до 30, самое такое, которое она может замуж выйти, она теряет до этого парня, потом парень передумал, всё, не заходит, у неё остаётся один попытка, а этот парень ещё может столь, столь попыток делать. И вот так девочки теряют себя, теряют свою жизнь, свое вот это самое, брак, время брака, теряют, жертвуя себя этого парня. У меня всегда вопрос, а стоит ли, когда парень говорит, ну, мы лет 5-6 будем дружить, а потом только пожить, стоит ли доверять вот этому, потому что пострадает всегда женский пол. О, как я согласна с вами. У нас растёт сын, я согласна. Согласна, не согласна. Я согласна. У нас растёт сын, и я думаю, что вот я лично буду очень строго воспитывать. У нас Антон просто был таким, что он чувствовал, что девушка как-то к нему проявляет внимание, он сразу всё обрезал. И пока он... И сам я никогда не делал никаких намёков, ничего до тех пор, пока сам не поменял. И пока он не получил от Бога слово, что я та самая, он ко мне не... ну, никак не проявлял. Я создавал обстоятельства, где мы в комфортах. Ну, такие. Он уже шёл к браку. Идти к тебе, он шёл... Подходя к тебе, он шёл к браку уже. Потому что мне кажется, что Бог очень строго спросит с парней, с братьев, которые разрушают сердца девушек своим вот этим... Ну, понравилось, он с ней пообщался, безответственностью, а потом говорит, ну, знаешь, ты всё-таки не моё, но ты будь добра, получи слово от Бога, и тогда только за ним. Или если уж начал, тогда иди. Хорошо, ладно, спасибо большое. Мы тогда продолжим ещё... Молодец, да, что ты сказала, да? Мы продолжим ещё немножко по поводу вот начала отношений и того, как понимать. Но сейчас у нас игра. Ой-ой-ой-ой! Не люблю... Раздай карты. Игра называется у нас Best Friend Challenge, и мы сейчас будем проверять, насколько Артур и Люсине хорошо знают друг друга. У нас есть карточки. Вы по очереди берёте одну карточку, читаете на неё вопрос, слух. И этот вопрос относится к тому, кто взял карточку. И второй человек должен ответ написать про человека, который взял карточку. И я сама тоже должна написать. Друзья, да, если вы всегда берёте... Начнём, давайте. Бежим. Да? Я тоже разберу. Да, пишите, можете... На данный момент. Можно даже рисовать. Да, да, да. Супер. На данный момент вот это. И потом на раз-два-три вы тогда показываете в камеру ваш ответ. Только честно, а то мы не поймём, кто вы написали или нет. Отдыхать с подружками. Отдыхать с подружками вообще. А внизу это в море. На море. На море с подружками. Один из одного. Один из одного. Супер. Есть. Теперь, Артур, вы берёте карточку и читаете вопрос там. Кто в моём семье лучше всех готовит? Переворачивай этот листочек. Кто лучше всего готовит в семье Артура Симоняна? Раз, два из двух. Хотя я люблю, когда она готовит. Да? Ну, о том, как вы готовите, легенды ходят. Люблю, когда он готовит. Для меня лучше, чтобы он готовит. Да. Это моментально выводит меня из себя. Что выводит меня из себя? что раздражает прям вот на раз. Раз, два, три. Вопросы. Вопросы и скорость Артура. Что вы имеете в виду? А её ввозит? Да, её, конечно. Я думал, мне ввозит. А что, на наш взгляд, её вводит сразу из себя? А, что... Ну, та скорость. Это... Не то, что я очень быстрый. Что я очень быстрый. Ещё и... Я решил, должен делать. Это я знал сто процентов. Ну, смотрите. Мы, например, кушаем. И вдруг он решил что-то. Я говорю, я пирожки люблю. Всё, он уже оделся. Мы идём пирожки кушать. Всё, это через пять минут. Я должен всё быстро делать. Я знал это. Реально, я это знал. Вы знаете, когда я читаю, я обо мне говорю. Я просто берегу то, что меня выводит. Три из трёх. Ты всё, призываешь. Я уже знаю тебе вопрос. Артур, да. И... Я не знала. Мой идеальный день начинается, Люся. С чего начинается идеальный день Артура, да? Хотя с двух вещей у него идеальный день начинается. Ну, возьмём один, который всегда есть. Да, ну это да. Кофа, да? Кофе. И потом... И Библия. В общем, кофе и Библия. И завтрак. И завтрак. Кофе, ну кофе, сто процентов, это что у нас? Четыре из четырёх, да, уже? Следующий вопрос, да. Я читаю. В моём холодильнике никогда не будет. Ну, ты знаешь. Чего никогда не будет? Это должен быть один продукт. Да. Не в смысле, типа там, молочные продукты или там, овощи, а что-то конкретное. Сейчас я спомню, что она мне лёгает. Бесполёдок, наверное. Нет, чего не будет в холодильнике. А, продукт. Ну, какой-то продукт. Да, какой-то... Ну, ты знаешь, Артур, ты же знаешь. Кока-Кола, что ли? Не подсказывайте. Я не могу. Наночные кулы. В холодильнике это нет? Не знаю. В холодильнике. Больше-то в холодильнике не держат, да? Да, что-то другое. Но специальный градус есть там. Да, да, что-то другое. Что-то, ладно, в моём холодильнике никогда не будет. Никогда не будет. Вот, теперь рисунете. В моём холодильнике чего никогда не будет. В моём холодильнике чего. Ну, и неважно, что... Вот и сложный вопрос. Сложный вопрос. О, я знаю, что писать. А я не знаю. Если не думали... В холодильнике никогда не будет. Я пишу, что же я хотел бы. Чтобы никогда не было в холодильнике у Люси? Да. Ну, она это и написала. А, да, это был первый ответ. Нет, я написал, алкоголь. Да, это был первый. А потом я говорю, а вроде не хранят. Спиртной не хранят. А чём? Да? Это правильно описать. А пиво же хватит, как охраняя. Да, пиво правильно. Да, вот не будет. Спиртной не храняй. Алкоголь, ну всё. Да, я чуть-чуть дезориентировала. Да, пять из пяти. Там другой градус. Это супер вариант. Ты, Артур, давай. Слушай, я не думала, что мы так пойдём. Мы такие разные в каждый раз. Давайте, может быть... Это самая лучшая вещь, которую мне подарил муж. Или жена. Или жена. На какое-то событие. Например, на день рождения, на Рождество. Это она мне подарила? Да, что самое лучшее она дарила? Это она должна писать, да? И вы. Вы пишите у себя, что она дарила вам самое лучшее на день рождения, на Рождество, на годовщину, на какой-нибудь... Какой-то предмет. Я не помню. Ну или, я не знаю, путешествие или что-то такое. Я знаю. Ой, дай Бог, дай мне денег. Я знаю, что, я знаю, что... Он дает деньги, я ему покупаю. Да. Это достаточно стандартная история в семье. Я не знаю, что я дарила. Хотя Юля сама зарабатывает на мои подарки. Самое лучшее. Что я дарила тебе? Что я дарила? Да, самое лучшее, да? Вы написали, да, что-то? Ну, нет, ну я что-то такое попроще, не такое возвышенное. Да. Ну, я написал, да. Я не помню. Вот. Ну, по... Кастрюлю. Кастрюлю. Да, да. Это чугуновая кастрюля. Она очень дорогая. Красная чугуновая кастрюля. Красная. Это было такое счастье. Да. Такое счастье. Ну, тогда это... Не совпало. Не совпало, да. Пять из шести. Все. Это... Я не помню мои подарки. Хотите еще вопросы? Нет. Все, да? У нас просто шесть вопросов мы дарили. Все, спасибо большое. Ну, я... Это моя самая... Странная привычка. Странная привычка поспать. Да, я... Я... Спаспать, да. Самое лучшее. Получится лучше все. Знаете, могут быть гости, и вдруг его нету. А я иду. Да, ушел и спит. Бочей, поэтому? Он думает, что идет отдыхать. Это тебе правда видно? Нет, он где-то десять минут хочет отдохнуть, а вдруг засыпает. Вот так. Но наши гости такие, что я могу им сказать. Извините. Когда гости понимают, это все мои друзья, я очень супер уставший бываю. Да, и они его знают, и это все нормально. Из полетов, из собраний. У меня бывает, что из Америки прилетают, люди отходят где семь. Я стройно собрание иду. Ну, да, да. Вот такие моменты. Тяжело, да. У нас всегда такие гости, которые... Понимают. Да, понимают. А сейчас небольшая полу-нереклама. Привет, мы Антон и Юлия Питайкины. Нам кажется, что в мире очень мало внимания уделяется здоровым отношениям, здоровым семьям. Но навряд ли мы можем изменить эту ситуацию исключительно своими силами. Но сделать свой небольшой вклад все-таки попробуем. Для этого мы снимаем такие интервью с различными семьями. Мы хотим показать, что не бывает единого шаблона для счастья. Да, основания и стены одни, но каким будет интерьер? Какие стены будут вашего брака? Какой дизайн? Какой дизайн? Это решаете вы. Мы просто показываем вам ингредиенты для счастья. Мы хотим показать, вдохновить вас и показать счастливые семьи и узнать у них, как они пришли, какой они дизайн создали, чтобы, может быть, вы могли взять что-то для себя. Короче, о чем вся эта история? Мы предлагаем вам подписаться на наш канал, чтобы еще больше людей увидели и услышали о том, что реально построить счастливую семью. И реально то, что показывает мир сейчас нам вокруг, что это не единственный выход, не единственный путь. Можно жить здорово, счастливо, верно в своей семье. Вот, подписывайтесь, пусть люди знают. Хорошо, ладно, мы будем двигаться дальше. И прежде чем мы продолжим, мы практически в каждом видео говорим, что мы не коучи, не эксперты, не тренеры, ничего такого, не психоаналитики, не психиатры. Мы просто семьи, у которых все хорошо внутри. И мы, что самое главное, строим наши семейные отношения на библейских принципах. И нам кажется, ну, по крайней мере, мы в это свято верим, что именно поэтому в наших семьях, ну, вот, так все хорошо. Значит, смотрите, мы сейчас в Ереване, мы добрались до вашего дома здесь. Спасибо. И, конечно, мы не можем не задать вопрос, связанный с культурными отличиями. Семья в Армении и семья в России или в любой другой стране сильно отличаются. Есть некоторые вещи, которые, ну, мы знаем, там, из фильмов, и мы хотели бы вам задать это. Но есть что-то. Мы когда летели сюда и готовились к этому интервью, мы открыли статистику разводов в России, и это ужасная цифра, там, больше 60%. И мы открыли статистику разводов в Армении на уровне 35% примерно разводов в Армении. Как вы думаете, что такого в армянских семьях? Во-первых, вопрос такой, как вы думаете, это просто потому, что не принято разводиться, и люди терпят? Нет, я скажу. Есть в культуре, и в русском культуре, и в армянском, с чему учиться народам. Да. Кстати, хорошо было бы, если, допустим, русский народ взял бы хорошие вещи от армянского народа. Армянский народ взял бы хорошие вещи от русского народа. Потому что я, насколько езжу, вот возьмем славянский народ, да, у них такие ценности есть, реально, что у нас этого нет. У нас есть, но если народы вообще не спорили бы друг другу, а просто взяли бы, было бы это идеально. Я думаю, наша культура поддерживает библейские принципы. Вот, допустим, насчет разводов, да, у нас в культуре, у нас в народе это не просто... Не приветствуется. Не приветствуется, да, это не приветствуется... Оставлять детей. Оставлять детей. Допустим, смотрите, чтобы в Армении разводиться, в России, допустим, чтобы разводиться, сказал бы, а в Америке вообще приходит, говорит, дорогой или дорогой, I changed my mind, I'm sorry, или дорогая, все, я ухожу, или дорогой, я ухожу. Розный бизнес тебя, да? А у нас ведь должен отчитываться перед родными, вытяжение тебя, они, перед родственниками, перед обществом, перед друзьями, просто которые у тебя есть. Парень должен перед друзьями отвечать, как он оставляет жену и детей. Это просто, он будет сам здесь низкий, который своих детей оставляет, идет другим. Общество не будет принимать, родители не будут принимать, родственники не будут, конечно, церковь не будет принимать. И потихонечку церковное тоже влияние очень сильно растет, христианская, и поэтому, наверное, меньше и меньше становится разводов, и в церкви отцепляют очень сильное ударение, очень сильное ударение, чтобы не разводиться. Допустим, я был однажды в России на собрании, подходит ко мне женщина и говорит, пастор Артур, благословите мой брак, чтобы Господь просто благословил мой брак, а ей, кстати, 45 лет, я хочу молиться, но я очень осторожна к молитвам. Я говорю, а вы были замужем? Говорит, да я сейчас замужем. Я говорю, а как благословить? Буду дальнейшим ваш брак. Говорит, а я хочу оставить, просто это не то, которое я хочу. Она четыре раза была замужем и четыре раза успешна, потому что я потом увидел, какие у нее мужья были. Почему-то есть женщины всегда, когда хотят замуж, вы хотите, выходят, а есть люди, которые не могут. И парень стоит, мужик стоит возле нее и говорит, ну, пастор Артур, скажите, что развод это плохо, это нехорошо. Я говорю, дорогая, тебе церкви не учили, что развод это плохо, что Бог не наводит развод. Она говорит, Бог меня любит, как такая, какая я есть. Я говорю, это неправильно. Библия так не говорит. Бог не любит твои грехи, Бог не любит то, что ты делаешь. Я думаю, иногда мы должны быть очень консервативны, мы должны быть открыты каким-то вещам, но консервативным в воспитании детей, тоже, тоже, чуть-чуть просто держать свои обидчи в Библии, когда говоришь свои, библейские обидчи, да, и разводи. Что это означает? У нас, допустим, это не подошел бы, никто не сказал бы, сказал у нас, и в Ближнем Востоке тоже, потому что ни общество, ничего, ты должен отчитываться перед всем, даже если мирские люди, армяне, мирские люди, и тоже, я говорю, армяне, тоже Ближний Восток, да, весь, могут иметь любовниц или что, но это не честь, когда оставлять своего детей, свою жену, это должно в первую очередь быть у них, а потом это второстепенно. Ну, это, я думаю, часть культуры, которая... У нас с этим проще, да, вот в России, в Европе... Ну, в России, как Европе, думаю. Мир сейчас, наоборот, диктует, да ладно, ну, не подошли вы, ну, разведи все такое. Да, сожительство. То есть, как бы, фактически, мы даем свободу в этом, вот в нашей культуре, да, в Европе, уж тем более в Америке. Это очень здорово, что в Армении все равно... Ну, кстати, я вам тебе скажу, что Россия разная. Если взять Москва и где-то северная часть или кавказская часть России, абсолютно другое мышление, и больше европейзированная там Москва, Петербург, вот эта часть. Зауралом, которая... А зауралом там вообще по-другому, и Кавказ тоже. Зауралом вообще в Сибири еще держится старая Русь, которая... Мы из Сибири просто. Да, вы из Сибири. Она все-таки там, вот это гостеприимство, с течением мужа, вот такой вот поднимать или детей, отдать жизнь, чтобы бабушка сидела, ввязала что-то для своих внучек. Я всегда бываю там. Это еще осталось. Это... Ну, вот эта часть России, она уже уходит уже. Да. А с другой стороны, это же не искореняет то, что вот в Армении не принято разводиться, но это не искореняет то, что мужчина, к примеру, может изменять, но они не разведутся. Ну, сами вот эти проблемы... Не лучше ли было развестись, если мужчина... Ну, вот как... Алисия, вот как к женщине у меня к вам вопрос. Если такая ситуация в семье, что, лучше терпеть это? Это жена решает. Да? Если она любит мужа, зачем терпеть? Я не знаю, я ничего... Знаете, каждая семья – это темный лес, и мы не можем туда лезть и понимать. Ну, вот я в моем пастырском случае, я видел женщин, которые терпели, говорят... Знаете, есть жертвенница. Они говорят, я не хочу, чтобы мои дети выросли без папы. Он хороший отец. Все делает для детей. Да, это удар мне, но я потерплю удар ради моей жизни. Проходит какое-то время, он не прав. Я даже с одним разговором... Ну, он мужской человек. Как тебе так... Как ты вот это... Ну, говорят, это моя жизнь, я... Дедушка так жил, папа так жил, я так жил. Ну, когда они стали взрослым, ну, 45-46, как-то он успокоился. И вернулся полностью из семьи, вернулся и начал просто жить, уважать с женой. И что мне в шоке был, он в одном месте, он тост пил за свою жену, поднял тост, все друзья, а когда в Кавказе вообще поднимают стакан и пьют вино вот такой за жену, это большая часть жене говорит, что другая убежала бы от меня, другая вообще не осталась бы. Я хочу подняться за этой женщиной, которая просто терпела все, она была отличной, мама все, и все аплодировали, это тревог был такой, что он это сделал. Такие случаи уже очень много. Про альтернативу скажу, еще ты же говорил, что почему разводится, потому что есть альтернативный выбор, да, вариант. Конечно же, если в этом обществе, может быть, если было принято второй, третий раз замуж выходить, и это общепринято было, какую-то более свободу имела женщина, свободу экономическом плане. Потому что здесь в основном мужчины содержат семью, и они как бы достойно это делали ответственность. Это обязанность на мужчину, чтобы это содержать семью, объяснить семью. Есть и традиции, и культура другая. Конечно же, как ты подметил, если не будет христианства, того сдержания, которого мы держимся, эмоции, они всегда меняются, и разные, и чувства разные у нас меняются, все, и только Слово Божье, оно вот нас как-то вот дает эти рамки, как-то мы выходим из этих проблем и ситуаций. Часто ко мне приходят и спрашивают, вот муж загулял, да, вот, или, ну, часто больше мужчины, да, что делается? Я понимаю, что если она хотела бы разводиться, она ко мне не пришла бы, и по-библейски принцип она имеет право на развод, потому что это измена. Да, да. И я понимаю так, если она хотела бы разводиться, ко мне не пришла бы, если ко мне приходит, нужно какую-то альтернативу решить. Я не говорю вот разводить, я говорю, слушай, а может быть просто ты через молитвы оторвешь своего мужа из этого ямы, снимешь, и она начинает радоваться, когда я начну молиться, все. И ты видишь, что она не стопроцентно хочет отпустить. Все-таки мы возвращаемся к этому вопросу, что опять, к сожалению, мужчины всегда женихи, а женщины не всегда. Поймайте, уже женщине 36-37 лет, двое детей, но она не невеста уже, поймаешь, да. Она, он-то перед фактом не стоит, а она стоит перед фактом, да. Понятно, но мы затронули вопрос по-библейски, что если муж изменяет, то в принципе это позволительно жене, развод и все. Есть, на ваш взгляд, еще какие-то моменты, в которых вот вы бы сами сказали, да, хорошо, вот я по крайней мере понимаю, они разводятся, и мне это понятно. Какие должны быть ситуации? Есть опасность для детей, для семьи, например, психически больной человек никак не могут решить этот вопрос. Как бы мать, она имеет ответственность над детьми, то есть были такие случаи, когда насилие дома, но невероятное насилие, то есть там не передать, это не только избиение. Например, если человек выпивает, да, и приходит неадекватно, нападает, то есть есть угроза на жизнь детей. Ну не одна разве, а это всегда есть. Да, не разно. Да, конечно, если у человека уже там отравление мозга идет, и он просто опасный для жизни детей, конечно, здесь как адекватно, мама имеет ответственность, она не должна, как мышь, да, вот в углу там ждать очередного насилия, просто взята ответственность. И даже или в полицию, или в какие-то опека, да, для женщин, какие-то центры есть, служба психологическая, вот она должна обращаться к таким. Когда мы полностью, к сожалению, наша христианская жизнь не поставлена на черно-белой бумаге, закон, что такое развод. Обычно человек может спасти, потому что в первую очередь человек спасает себя и спасает своих детей, это инстинкт, это просто от Бога вложено, тем более женщины, очень чувствительны к этому. И она в первую очередь, она уже заветы, заповеди не будет смотреть, она будет спасать своих детей. И если есть какая-то опасность для своих детей, она возьмет другую миссию. Но я не считаю, что это развелись, я не считаю, что это развелись, но она где-то отдельно поживет, он отдельно поживет. Но все равно они тоже в своей завете находятся, она замуж, не спешит, вы хотите, или что, просто спасать своих детей, пока этого бывает часто, что психотрию берут, или что лечат, потом она даже ей передачу несут. Это я не считаю разводом, это просто процесс спасения. А развод, это чуть-чуть по-другому я это понимаю, когда нарушается завет, просто завет нарушается. И плюс есть такой момент в Библии, который разрешается, если по-библейски здесь намеком, так Павел говорит, если мирской не хочет жить, то никто не слуга этого, не равный этому, пускай не живет. В смысле дает право, что если не хочет, уходит за веру, за Бога уходит, что человек не может отказаться от Бога, чтобы удержать что-то. Есть такой момент в Библии тоже, что есть такой форточкой. Вот были такие случаи, одна женщина ко мне на консультацию пришла, у нее муж шизофреником, стал через 20 лет замужества. Детям было стыдно за отца. Я хочу поправить то, что я сказала. Как бы он неадекват на себя, но он не был опасным. А я задалась вопросом, ну ладно, ты же дала клятву, пока смерть не разлучить и в болезни, и в здравии. И тогда какой смысл? Ну ладно, им стыдно за отца, что он так ведет, был прекрасным отцом. Даже когда у него эти ноги бывали, он не опасный, просто он другой человек становится. Тогда, конечно, уход нужен таким людям, забота нужна, чтобы поправить это. Но это не повод разводиться, если нет опасности, это все равно нужно. И была другая ситуация, когда муж хотел развода, а жена не хочет верующего. Тогда она и не дает согласия, и пускай он через суд разведется. Понятно, и пусть это тогда на нем будет. Хорошо, ладно, мы будем двигаться дальше. И, конечно, чаще всего крепость семьи проявляется в критические моменты. Легко и здорово любить друг друга, да, как в Библии написано, да? Что чести мне любить, когда, ну вот, друзей и все такое. Но когда происходят какие-то критические ситуации, тогда проявляется сущность человека. Я хотел бы, с вашего позволения, вернуть немножко ситуацию, самую критическую, ну, насколько я знаю вашу семью, это история с Анной. И вот эти четыре года, которые прошли сейчас, два, когда вы сражались, потом она ушла к Богу, и вот сейчас почти два прошло, да, может быть, чуть больше, не суть. Как ваши взаимоотношения, как мужа и жены, менялись? И что вы делали, чтобы сохранить, и делали ли вы что-нибудь, чтобы сохранить близость друг с другом во время непростого пути? Знаешь, в таких ситуациях больше близким становишься, когда трудности попадаешь, когда бывает какой-то скорбь, скорбь всегда объединяет, скорбь не разделяет. Радость, веселье, всякие тусовки, они могут разделить. А скорбь имеет соединяющую силу. Первая церковь, что соединяла сильно, это был скорбь, потому что гонение, скорбь все. И этот скорбь очень сильно объединил нас, мы вместе шли, это не было так, что мы каждый... Ну, а Люся больше, она сам, она всегда была, я ездил то сюда, то туда, вот так крутился, но каждый укол, каждый все, это самое, объединял нас, мы вместе проходили, вместе плакали. Если кто-то крещен водой, кто-то крещен духом, то мы крещены слезами. Знаешь, крещение слез, это есть огненное крещение. Кто-то, у кого просто крестился в воде, они в слезах крестились. И это такое объединение, что есть у нас что-то объединяет, есть у нас что-то объединяет. У нас есть внучка, хорошая, то что объединяет, у нас есть дочка, что объединяет. Ну, родственники, родители, ну, ты уже на небесах имеешь такое облако. Просто не все семьи муж-женой выдерживают такие трагедии, и в итоге расходятся, когда каждый ждет поддержки от супруга для себя именно. Вот, допустим, здесь, я думаю, мужья должны быть научены быть безглавой семьи. И женщина должна на что-то смотреть. Было у меня тяжелые времена, когда я хотел просто рыдать, плакать, она плакала, рыдала, все. А я знал, если я расслаблюсь, если я расслаблюсь, да, это будет все. И поэтому мужчины должны держаться и быть сглавой это время вести. Если кто, какой-то часть семьи слабый, мужчина должен вести это время семью. А часто они убегают, разбегаются. Но вот представьте себе, если мужчина лидер дома, в чем его лидерство тогда? Когда бывает какой-то скорбь, и он убегает из дома, жену оставляет один с этими проблемами. Как это возможно? Я думаю, здесь должно быть правильное учение лидерства. Лидерство у нас не тогда, когда просто ребенок бегает в угол поставить, или урок не сделал, а просто насколько трудная ситуация, мужчина может взять себя в руки и увести семью. Я всегда так думаю, что муж семьи, мужчина семьи, это водитель, это пилот, который свой самолет повезет, на посадку повезет. Посадит самолет очень хорошо, хоть в какой ситуации. Я вот так думаю в своей жизни. Как этому учиться? Это культура, это вот в церкви вы научены так? Потому что это редкость. Это в Библии, и в моем народе это так научат, воспитание такое. Мы детей так воспитываем, что в трудный момент друг друга не оставлять, ни процесс других. Потом это, конечно, церковное учение тоже. У меня, я из старой школы, я так себя называю. Мне 53, но я себя называю старой школой, такие как Лестерс, самая-другая. Они всегда учили, что в трудности беде никого от друзей не оставлять, все это самое. Мы были грешнее с этим. А потом это мое решение, жизненное решение, как мужчина. Всегда даешь себе отчет, ты мужчина, а в чем ты отличаешься от женщины? Как ты примером становишься? Ну, мы же Люся тоже объяснили, скажи теперь, как объединяет нас это все. Как вы поддерживали друг друга? Я как-то не почувствовала вот этого, как бы, что мы... Я знаю, да, что по статистике люди, которые имеют вот такую трагедию, обычно даже по статистике развода бывают о ней. Потому что люди не терпят эту боль. Они хотят изменений в своей жизни, потому что в этом жить невозможно. Если, например, я осталась в отчаянии, всегда в депрессии, конечно, это тяжело выносить. Вот мужчине, конечно, сколько бы Артур ни говорил, что вот он глава, он решение, сделай все равно мужчина. И любой человек, если бы он скорбел слишком долго, в депрессии был, если бы я в таком положении, я себя не собрала. Если бы он себя не собрал... У меня часто, я мог бы вообще служить, если семью нету служения, мог бы оставить. Она меня просто вела, просто ты должен, ты должен служить, ты должен это делать, это делать. И когда я после этого служусь, я думаю, только я сильный. Нет, это мы сильные. Ну, сильные, не сильные, не знаю, но как-то у нас есть решение, вот, просто не впасть в это. Мы не даем своим чувствам, чтобы они слишком взяли верх, как сказать. Я бы ощущаю, чтобы болото к тебе пришло, но ты не прыгни туда. Что я заметила, вот и Джасмин, и моя дочь Эстер, и Артур, и моя мать, и все остальные, к которым вот Анна была слишком близка, мы не можем слишком вместе углубляться по этому вопросу, потому что это не то, что ранит, это не то, что дает боль, это убивает нас. Потому что мы не можем слишком долго там оставаться, потому что мы убьем себя. И в этом плане, да, конечно, мы все время должны себя собрать. Я ради Артура, он ради меня. Вот что-то такое бывает. И я замечаю, моя Эстер тоже, она как-то вот себя берет и снимает, вот как этот твой любимый герой, Милхаузен, да, Барон, да? За волосы тянет, сам себя, вот именно я иногда вот себя ощущаю. Я всегда говорю, мудрый человек хоть раз в жизни должен это делать. Одна девушка моей Эстерке написала, вот вы, говорит, со своей папой, говорит, вы играете, чтобы не терять церковь, то есть вы не показываете свою боль. Иногда люди это не понимают, потому что это вопрос этики. Моя боль – это моя, мои слезы – это для меня и для моей молитвенной комнаты, или, может быть, для Господа, да, какие-то вопросы. А так мы, все, вот это… Кстати, люди раздражают, когда ты можешь показать жизнь. Они хотят, чтобы ты умер вместе своей болью. И тогда скажут, вот, все, умер, да, печаль. А когда после вот этой жизни, пока люди, многие берут пример, есть два вида людей. Кто-то берет пример, а кто-то не любит. И говорят, почему? И часто, когда у них это не получается, они играются. К сожалению, сегодня учение церкви, да, вот, допустим, семья и брак, очень поверхностно. Вот, допустим, что учат? Служение друг к другу, да? Ну, приходи, параши домой, для мужа, стол накрывай сюда. Ну, это так примитивно, это все поверхностно. Но нет учения, когда она попала в отчаяние, когда ты попала в отчаяние. Как служить друг к другу? Как поддержать друг к другу? Как терпеть, даже если кто-то из них истерично кричит, орет, все это, ну, такой сезон началось, да? Как это вытерпеть? Как это просто вести? Как быть? Я верю, что служение, это любой официант мне сон накроет, понимаете? Сто накрыть мне, любой официант накроет. Но чтобы послужил у меня самый тяжелый момент, да никакой официант не сможет. Мы часто учим уровень официантов, понимаете? Вот, давайте столы накрывайте, хорошую постель делайте, хороший то, хороший другой. Но кто женат, реально, кто женат, они знают, да ни постель, ни столы, ни пища, это первое место не занимать семьи. Но если бы мы могли, почему и спрашиваем такой вопрос, потому что очень мало примеров, мало об этом говорят. Вот вы были в этой ситуации. Как вы служили друг другу? Хорошо, Артур, вы брали на себя ответственность, вы брали силу, вы шли вперед, вы вот... Но она тоже правила. Да, как вы, вы служили как-то Артуру? Ну, я не могу однозначно сказать, это каждый день новый, новый день, как сказать. Каждый день свои проблемы имеет и свои решения имеет. Если коротко сказать, за каждым поворотом новые горизонты. Да, вот так. Утром просыпаешься, новый горизонт, и ты думаешь, что делать, как делать, как делать счастливой ее. Понимаете, вот Анна умерла, и мы не знаем, где ее похоронить. Вот просто не знаем. День, мы не думали об этом, мы не верили, что... Ты все клонируешь, кроме смерти. Вот он должен решить этот вопрос. Вы понимаете, как сказать это? Как объяснить этим людям? И каждый день вот тот горизонт был другой, этот другой. Сегодня вот на тот момент шокирующий момент, ты в шоке, ты еще ничего не понимаешь. Потом приходит... Ты не принимаешь того, что... Потом ты принимаешь то, что случилось. Потом с этим надо жить. А потом вот надо терпеть всю жизнь, до конца жизни вот все это. Часто люди думают, высокий пилотаж, высокие вещи, но не думают, что все скрывается мелкой вещи. Вот такой всем... Можешь какой-то мелод сделать для жены, да, или жена для мужа, это будет помогать. Вот я утром, всегда я просыпаюсь раньше, я ран, ранний человек, она поздный. Она поздно просто... Ее ночь, это молитва, слово, все он ночью делает, а я рано утром люблю делать всегда. Но я понимаю, понимаете, что она может стать, у меня кофе делать. Вот если я красивый столик накрою, кофе сделаю, вот Люсь, иди кофе. Это не полнейшее счастье, но это грамм какой-то чувства поможет ее приобрести этот день еще больше, еще больше. Вот это ты не служишь, потому что у тебя обязанности, потому что ты понимаешь, что какой-то грамм принесешь, что-то принесешь. И так постоянно, постоянно строишь. Кстати, вот когда попадаешь в скорбь, ты заново же строишь. Такое сейчас все улучшится, но самое главное, единственное, что остается сильный фундамент, который с Христосом. Да. И этот фундамент мы заложили, когда еще в молодости достигли. Это не потом заложено было. Это было в первые годы, нашей веры. Вот как сказать, то, что в нас было вложено, все это держало нас до сих пор. Я новому не научилась, по-новому я научилась себя вести, познавать себя, новая я, да, вот как-то сказать, каждый раз мы в себе открываем новые вещи. Конечно, у нас жизнь делится до Анны и после Анны. И все. Да, самое главное, что фундамент крепкий. Любое здание, если рухнет, оно, тем более, строительство домов, очень легко говорить, главный самый дорогой, это фундамент, или что-то сделать, рухнет. Все равно, какой-то деревянный построишь, каменный построишь, из бревна построишь, но самое главное, насколько это фундамент у тебя остается. А фундамент нашей семьи был Христос и есть Христос, да? Да, оно рухнуло, все рухнуло. на один момент просто все, ты думаешь, Бог, а куда дальше? Но фундамент, который у тебя есть, ты начинаешь снова жить строить. Поэтому у нас сейчас с Люсей вообще новая жизнь. Например, я была в России, там, я проповедовала в одной церкви, красивая песня у вас есть, пусть бушует шторм, и гром гремит, и что еще? Буду я всегда с тобой ходить, что-то... Пусть бушует шторм, и гром гремит... На буре буду я с тобой парить. На буре я с тобой буду парить. Насколько вот именно эта песня мы можем держать вовремя скорби. Вот когда нету бури, очень легко поется. Да, о чем мы говорили, что когда нет, ты легко живешь. Я вот встала и сказала, дорогие мои, очень легко поется вот тоже. А в действительности, когда вот буря, мы будем парить. И ты начинаешь парить, просто у тебя вызов. Ладно, буря, давай я попробую парить. Я не могу парить, просто Иисус дал руку, вот как Петру, и просто снял. Ну, благодаря вашим силам вы парите, но благодаря тому, что Бог дает. Благодаря тому, что Бог дает. Я думаю, мы были бы, как Петру Топаеши, который хотел ходить по воде. Понимаешь, я думаю, вот этот вот момент Христа, который он ходил по воде, это был, тогда написано, что бушовал, море было неспокойное, и только Христос это может внести все это. И Петр говорит, я тоже хочу символично, да, такой он. И вдруг он начал тонуть, и Иисус взял и поднял его, его заново. Человеку не дано силу столько внести это все, если не Бог свою руку не потянет. Я что верю, что нашу силу Бог виташил. Мы начали тонуть, и Бог нас виташил просто. Богу брать ничего не останется. Я думаю, те люди, которые разводятся, уходят в уровне буря, в уровне скорби, просто я думаю, Бог убирает из жизни. Тут тоже надо руку протянуть. А не остаться в буре. Это там, ну там Богу руку свою реально, это... Да, он-то вытащит. Просто не все умеют в момент скорби не обижаться на Бога, а к Нему идти. Не надо быть эгоистами, не надо зацикливиться на себя, на свою жизнь, на то, что с вами произошло. Иногда люди идеалистичные, они ожидают только то, что им выгодно. Мы же люди, мы все, что не делаем, все наши выборы, это выгода у нас. А Иисус, вот в последнее время мое откровение такое, что мы должны отвергать себя. Отвергать себя и положить свою жизнь для других. Вот именно это самая высокая категория каждого христианина. Если мы достигли этого, в каждый момент жизни что-то мы делаем, задаемся вопросами. А почему я делаю? Почему я так поступаю? Для себя ли я делаю или для чужих? Хорошую колбасу держу в холодильнике, такую среднюю даю, которую не слишком люблю гостям. Наоборот, ты себя все время отрезаешь от себя, даешь лучше другим. Как-то мы должны тренировать свои чувства, себя, чтобы мы все просто то, чего себе хотим, чтобы давали другим. Знаете, порой иногда мы даже самотренинги нести, проводить на себе тренинги, что мы часто тренируем. Допустим, я не могу не тренировав, учить, как это получается, что это делать. Вот пару месяцев назад я пошел купить один сувенир, ну, сувенир продавали, купить сувенир. И до меня люди стоят, и я что замечаю, покупатель всегда хочет дешевле купить, а продавец хочет дороже продать. Это всегда есть вот это самая граница между покупателем и продавцом. И всегда идут какие-то разговоры, какой-то бизнес-разговоры, а можно за столько, а можно за столько. Ну, в общем, это стоило где-то по нашими деньгами около 4 тысяч трам, и люди приходили, за 3,5 возможно, или за 3, ну, они соглашались, завали. Ну, когда я встал, говорю, сколько стоит, она говорит, 4 тысячи. Говорю, а можно я вам заплачу 4,5? Она так в шоке на меня смотрит, говорит, ну, она 4 стоит. Я говорю, а я хочу вам 4,5 заплатить. Она говорит, а почему? Я говорю, потому что это так мне нравится, что я хочу купить. Она говорит, вы знаете, вот 20 лет на работе у меня первый раз такой человек, который хочет больше давать и со мной не базарить, ничего не делать. Я говорю, вы знаете, я просто хотел подарить вам сегодня счастье. Всегда все хотят, чтобы кому-то и себе было хорошо, а я сегодня хочу, чтобы вам было хорошо, а мне плохо. она дает, говорит, спасибо, говорит, и хочется сказать, кто вы. Я говорю, просто я верю в Бога. Я живу небесной жизнью, я верю в небеса. Говорит, я тоже верю. И потом я свободен, начинаю говорить ей, понимаете, молитесь, Бог поможет. Вот я как сейчас вам благословил, Бог так же больше может вам благословить. Говорит, обязательно помолитесь, молитесь Иисусу. Я ушел, я знаю, что она помолится. Понимаешь, как это 500 травм я больше дал, это 1 доллар, 60 рублей. Но зато ты получаешь человека. Насколько иногда нам надо остановиться от этого базара уйти. Вот жизнь превратили в базар и в этом живем. Порой не понимаем, что мы в этом живем всю жизнь. Так же и в семье. Так же и в семье. Что такое? Приходишь сильно, да? Почему ссоры? Потому что мужчина хочет, чтобы ему было хорошо, женщина чтобы ему. Разница между злым и добрым человеком в чем? Добрый человек всегда хочет, чтобы ему было плохо, другому хорошо. А злой человек хочет, чтобы ему было хорошо, а всем плохо. вот я сейчас как раз писали сегодня книжку про сестер, с сестрой, которые, например, много детей имели. Все сегодня как раз заканчивали. Там одна сестра, понимаете, я бы с удовольствием написал бы другую книгу и назвал бы «Сестры, которые заставили мужикам плакать». Часто спрашивают, а когда мужчины плачут? Ну, не всегда когда больно все, но есть истории, которые мужиков заставляют плакать. Про маму, поймите, женщина была, когда спрашиваю сына, большой, такой здоровый человек, бизнесмен, ну, крутой, когда о маме спрашиваю, а мама уже живых нету, и он начинает хридать, говорит, она мой герой. Она всегда жила, чтобы кому-то было хорошо, а ему плохо. Она всегда жертвовала, ночью вставал, пельмени лепил, все это самое. Как она мне не хватает? Как она мне не хватает? И вот это, я про таких сестер пишу, что порой мы не услышали их, церковь не услышала их, это были учителя, пророки, но семьи услышали их, они по-другому это были. Просто я когда увидел сестру, которая имела 19 детей, все говорят, она никогда не кричала, никогда не била нас. Я говорю, боже, какие примеры были, какими они примерами. Вот это есть, когда приходишь домой, или все тебе служат, бегают перед тобой, да, тот принесли, тот принесли, а ты приходишь, Влад, ты пришел благословить, пошел в магазин, пошел благословить, пришел в церковь, пришел благословить. А как люди живут, приходят в церковь, если себе нехорошо, все, в церкви нету любви, иду из в церковь, он не приходит в церковь благословить, чтобы ему что-то дали, приходит в обществе, вот, никогда не забуду, как однажды кафе, обнажишься, она такая злая была, я не знаю, что в ее жизни произошло, официантка приходит, ну девчонка, ну чуть-чуть кофе пролила, она ударила, ты что, тебя что-то не учили, она говорит, я так сижу, думаю, боже мой, это могла быть ее дочкой, молодая девочка, ну пролил кофе, ну ничего, взял бы, почистил бы, откуда люди столько злости, вот от этого ожидания, что я пройду к кафе, сервис должен меня служить, в церкви должны, в семье должны, президент должен, страна должен, но, а христианство показывает нам, не ожидая, все ожидают, отдавать они, все ожидают, не слышишь, что такое, что из жизни надо взять все, вот только это, если поменяем, Иисус пришел показав, он не пришел взять все, он пришел отдать, если просто ты один день поймешь кто-то, что мы пришли отдавать, вот я с Люсей живу, да, ну да, у нас была потеря, все, ну что, я живу для Бога, я живу для нее, для церкви, отдать полностью, если у меня осталось 10% из себя, ну давай я отдам, что себе оставить, что понесем, да, мы будем с нетерпением ждать вашей книги, это очень интересно, это скоро видит уже все, сегодня последний штрих я сделал, ну может быть те, кто смотрит это когда-то уже книга есть, но в этом книге я мало говорю, кстати, больше, как книга называется? «Сестры», «Сестры», на русском так это будет называть? «Сестры», я написал его на русском, и на армянском распространяется. — Русские, да, сестры? Украинские, славянские? — Ну, славянские, славянские, славянские. Называется «Сестры», но там есть сестра, ну, там много свидетельств. Когда просто я сам... Это, кстати, была первая книга, которую я сейчас ещё не печатал, читаю и плачу, что меня заставляет плакать. Это не то, что я красиво написал, а потому что они красиво жили. — Какой я молодец. — Красивые истории. — Это потому что они красиво жили, это их свидетельство, они живые свидетельства. Это просто мы копию делаем, просто то, что они рассказывают, пишем. Я не в восторге от тебя от них, что такие герои возле нас жили. Сегодня, имея такое облако славы, эти сестры, они ещё живы. Кто-то, пока я книгу писал, уже на небо ушла из них. Мы сегодня, вот молодёжь, да, знаешь, в чём была моя фишка жизни? Я никогда не дружил с моими ровесниками. Я всегда стариками живу, всегда дружил с стариками. Но сейчас постарше, молодёжь только начал дружить, так и в мой возраст я не попал. И вот облако таких славы такой женщины, такие мужчины, такие вот верные. Вот воспитали 11-9 детей, все они в боке находятся. Они тут вот на молодёжной тусовке сидят, друг друга советуют. Да нет, пуста, они ничего не могут дать. Сегодня более популярно, более модно, кто на сцене ходит, говорит. И одни первые, вот он крутые вещи сказал. Он так круто, как жить, как без инстаграмма зайти, как выйти, как повлядь через инстаграмму. Вот если пойти просто чайкукуку, коробка конфетку, пейте чай, к бабушке сказать. Бабушка, скажи твой секрет жизни, не развелась ты в жизни. У тебя хорошая семья, мужа ты уважаешь, дети, внучки, все тебя уважают. В чём твой секрет? Вот узнать у них вот эти секреты, а они знают. Мы не то чтобы сравниваем вас с бабушками и дедушками, и не с конфетами к вам пришли, но именно за этим, чтобы люди могли знать, почему вы вместе. Мы не с конфетами, мы, кстати, физическими бабушками и дедушками. Это классная роль. Мы не с конфетами, но с другими подарками. После ситуации этой я знаю, что, Люси, вы очень много начали изучать и говорить о жизни на небе. И у меня вопрос к вам вот такой. Я знаю, что из Анны у вас было видение, как Иисус, дом. Вы говорили об этом, но у меня вопрос вот такой. Вот моя жена, вот я, я очень её люблю, верю, что она любит меня. На небе останется так же. Да. Она специалист по небе. Она спрашивает. Я не спрашиваю. Это такой вопрос. Потому что я спрашиваю. Там нет интимных отношений, нет гендера, да, вот этого мужчина и женщина. Конечно, мы будем выглядеть как мужчина и женщина. В связи, это гендер тому, чтобы размножать. Ну, это будет как брат, сестра, родные люди. Знаете, люди иногда говорят на свидетельство, не надо опираться, вот всё это. Почему я уверена о некоторых вещах говорю? Потому что где-то 500 в свидетельстве я слышала. И где-то вот по красной линии идут одинаковые, например, если они говорят, улицы там золотые. И Иоанн пишет об этом, что улицы золотые. Как мы можем сказать, мы не можем опираться на свидетельство. То есть человек, который видел на небе именно улицу золотую. А знаете, там золото, оно как стекло. И вдруг мы замечаем, что у Иоанна тоже, он говорит, золотые улицы как стекло. Они прозрачные. Как море, как стекло. Люди. Есть одна девушка, которая художница. Сейчас она с трёх лет начала как бы видение видеть, небо видеть. Её родители неверующие были. И в пять лет, когда она нарисовала Иисуса, в общем, там её имя такое интересное. По-китайски звучит, но она европейка, по-моему. Она китайская? Я, если вспомню, скажу. Она сама художница. И она не может передать те краски, которые на небе. До сих пор она старается краски передать. Но она говорит, там доминирует фиолетовый, как закат. Там у нас вот цвета заката с золотистым приливом. Вот золотистые, фиолетовые вот эти приливы доминируют. А почему нет? Там, значит, она нарисовала портрет Иисуса, которого она видела. У него еврейские черты лица. То есть в основном говорят, что он метр где-то двух метров. Высокий. Высокий. Телосложение такое, как у атлета. Они часто говорят, что у него вот эти места раны. Раны есть. Да, там шрамы остались. Шрамы остались. То есть дырки. Ну, дырки. Да, да. Дырки от гвоздей. Люди в основном. Даже одна китаянка, представляете, вот интересная история. Она, значит, в море чуть не потонула. Она почувствовала, что что-то тянет ее в море, и она должна была умереть. И в видении видит Иисуса, у которого вот эти дырки есть на руках. Где-то год она ищет, в какой религии есть Бог, у которого дырки на руках. И потом как-то, получается так, она в библейскую какой-то курс заканчивает. И там только, когда прошла до конца историю Иисуса, увидела, что у него вот эти... Распятый. Да, он был распятый. И тогда узнает вот тот, который спас ее от смерти, вот именно был Иисус. То есть, замечательные истории. Вот вы говорите, там мы как брат. Иногда я с Артуром чувствую. Я... Эстер Малько говорила, что он мой... У меня чувство, большое чувство, что... Да у нас вообще муж и на мной реально как брат. Вот он как будто вот мой родной брат. Я не могу без него жить в своей жизни. Понимаете, вот про развод вы говорите. Мы настолько вот родственные, вот родственная душа. Он мой. Да, вот. Я не представляю. Мы рожаем детей как муж-жена. Воспитый родитель. А живем как вообще брат и сестра. Вот сейчас Эстер Малько мне говорит, слушай, она замуж вышла и говорит, сейчас я понимаю то, что ты говорила. Вот это чувство. Когда уже там, да-да-да. Ага. Хорошо. Но вы на небе будете вместе жить под одной крышей. Это будет так, что мы останемся в семье? Есть люди, которые говорят, что встретили там улица миссионеров был. Вы знаете, кто об этом говорит? Джесси Дю Плантес. Это проповедник, который был известным рок-певцом. Его мама, он в детстве был в церкви. Его мама, дочь, жена молились о его спасении. Как-то раз он в гостинице слушает Билли Крема или как-то из них, из известных. И вот он кается. А после этого два раза у него посещение неба было. Вот он видел небо, свою мать, видел Давида царя, видел Моисея. В общем, чем они заняты. Почему я говорю Джесси Дю Плантес? Потому что то, о чем он говорит, очень часто встречается у других. То есть его свидетельства очень близко к другим. А вы скажете, а чем занимается? Вот Джессмин в тот раз сказал, что а что мы будем на небе делать? То есть там вы представляете, есть науки, которые мы здесь не изучали, будем изучать новые вещи. То есть мы будем изучать небо, порядок неба, там все, что должно быть. Ангелы там как... Вот представьте, вы в гостиницу идете и там вам служат, да, в ресепшене. Если у тебя какой-то вопрос возникает, он сразу рядом с тобой. Это служащие, слуги. Они сразу приходят, чтобы ответить на твой вопрос, направляют, управляют, говорят куда идти. Небесный кугол. Небесный кугол, да, вот ангелы, да, такие. Я однажды попала в очень крутую гостиницу, там это резорт был, и эти служащие, которые служили, настолько внимательные, джентл были. Я чувствовала, вот в ангеле, на небе примерно ангелы вот так будут нам служить. Понятно. Хорошо. Мы будем понемножку приземляться. Давайте. И перед этим видео мы сделали такой анонс в Ютубе и предложили нашим зрителям задавать вопросы и такой блиц сделать. Блиц вопросов, на которые ответы нужно давать быстро достаточно. Их немного, но тем не менее. И тогда вопросы будут одновременно вам. И кто раньше скажет, тот и скажет. Вопрос такой. Читали ли вы книгу «5 языков любви» и знаете ли вы язык любви друг друга? Да, читали. Да. Какой язык любви у вас? У нее больше, как по-русски сейчас… Эффективное время. А, эффективное время. Да. Ценное время по-русски. Ценное время по-русски. Да. Больше ее язык любви, я думаю, это не подарки, конечно, ничего. Просто ценное время. А у Артура? И прикосновение. У Артура помогать, помощь. Ага, помощница. Да. Угу. Хорошо. Кто чаще первый просит прощения? Я, наверное. Артур. Да? Да. А часто приходите? Не, не часто. В молодости чаще. Да? Просил прощения. Да. Да. Я думаю, прощать прощения это сильные только могут. Поэтому я прошу. Поэтому я сильно расслабился. Или ты часто ошибался. Это достойная ответа. Или ты часто ошибался. Правда. Есть вопрос вот как раз примерно про это. Насколько баллов из десяти вы оцениваете свои отношения в начале супружеской жизни и сейчас? Вот из десяти баллов, где десять – это идеальные взаимоотношения друг с другом, а ноль… Я не знаю. Вроде бы десять пока не было. Да. А в начале было как? Сложнее? В начале было двадцать, а потом спускается. Потом где-то с шести-семи останавливается. У нас всегда четыре-пять. Я считаю, что мы где-то посередине. Ну, от четырех до семи. До десятки еще далеко. До наших десяток еще далеко. Да, понимаете, может быть, у нас десять, а если другими взглядом, другими семь, может быть, у нас даже зашкаливает до двадцать. Ну да, смотря с тем сравнивать. Но все равно, всегда ты чего-то добиваешь, все-то стремишься, что у тебя этого нет. У нас не двойка, но и не десятка, да? Да. У нас стабильная, уверенная стабильность. А в четвертой семье. Уверенная стабильность у нас. Ну, десятка на ней не будет. Понятно. Хорошо. Самое любимое ваше занятие вместе? Фитнес, да. Вместе. Спорт. На лыжах. На лыжах. Спорт. Активный отдых, да? Да. Я на лыжах, она на сноуборде, потом кофе попить. Я всегда говорю, ты на море, я на суше, мы не встретимся никак. Как бы он на сцене, я внизу. Не, но мы любим вместе ходить в зал, заниматься спорном. И просто, ну, спортивная вещь, кофе пить. Вместе кофе пить. В любом городе, куда мы не придем. Мы обязательно займем в центр города, сидим в самом крутом везде. Наверное, кофе пить. Вместе. Самое такое, да. Вместе. Пить кофе. Ответ. Хорошо, ладно. Вопрос практический, и он из жизни, судя по всему. Когда жена против служения мужа в церкви? Что делать? Ой, я такого не чувствовал в моей жизни. Это была катастрофа для меня, если честно. Никогда я препятствия не чувствовал от жены. Даже когда я уезжал. Расскажи про твой сон, про Лессера Сама, что ты видел. У Джасмин я рассказала. А, да, у нас есть эта история. Посмотрите. Мы ссылку оставим на видео. У Джасмин, там есть история об этом. Но, хорошо, вам повезло. Ваша жена поддерживала вас как служителей. Или же вы чувствовали, когда вы перебарщиваете со служением, ну, может быть, и вас давно нет дома, и вы понимаете, надо мне быть дома, потому что… Все равно она не роптала. Она может быть пару вещей искать, но все равно, я робота не слушал. Но знаете, что я думаю? Я думаю, если человек реально призвано служить, а у него препятствия, он должен жить как библия гайд, пускай женатый будет как неженатый. В смысле, игнорировать иногда капризы. Вот часто, знаешь, бывает так, люди идут на вахту, допустим, вахтовики, да, на нефтяную, привозят хорошие деньги. Но жены молчат, ничего не говорят, они дома не бывают месяцами. У летчиков, у военных. У летчиков, у военных, у рыбаков так. Да, да. Молчат, ну, как только человек отдана служение, жена, вот, ты мне время не даешь, все это самое. Плюс к этому церкви часто перебор вот этого учения. Вот, вы должны ей время дать все новое, чтобы… Порой не знаешь, жена помощники, муж или муж помощник жены или все. Жена тоже должна успокоиться и сказать, человек должен служить. Вот, допустим, чем я считаю, что я благословляю ее? Я ее не запрещал служить, делать свою работу. Чем она меня благословляет, не запрещал. Мы палки, колеса не ставили друг другу. Вот, если в каком-то семье это разрешает себя реализовать, это прекрасная семья. Угу. Хорошо. Еще один вопрос. Были ли у вас когда-то мысли о разводе? Такой был мысль. Ну, могли бы пугать. Когда вы только-только поженились, по-моему, вот, где-то такой тяжелый период был. И то, уровни болтовни. Не болтовни, нет, я не говорила об этом. Я не говорила, но была такая мысль была, да. Да. Ну, все. И из-за того, что я верующая, из-за того, что я не хочу просто надхулу на Бога и вообще, я не делаю. Понимаете, мысли всегда могут быть. Потому что реальность и ожидания, они разные были. Да. Я хотела, я духовная была, хотела духовно служить, и вдруг замуж выходю, через три месяца я беременна, и вот эти заботы, и я одна, с ребенком, молодая. Вот у меня вот нервы пошатались тогда, я помню это. Понимаете, ребят, мысли всегда могут быть. Вот таким, Ева получила мысли, да, взять плоту. Ну, взял бы и бросил бы, без ничего не случилось, да. Вопрос, а какой у нас просто цель в жизни, какое у нас решение. Мысли могут быть, да. Вот пришли-ушли от решения, что не будет раз, вот и все. Да, я почему это сказала? Потому что могут быть люди, которые слушают, и я хочу, чтобы они знали. Да, конечно. Потому что они когда смотрят, вот идеальный Артур Симонян, Мы про идеальность говорим. Вот идеальный, самый крутой. Если честно, мы не идеальны, мы простая семья. Когда все было, и ссоры были. И то, я не верю, когда говорят, вот у нас идеальная семья, мы никогда не ссоримся. Ну, не знаю, это ли шедевр какой-то или что-то. Я не верю в такое. Ты шедевр на меня. У вас шедевр. У вас шедевр. У вас шедевр. Да. Мы не можем иметь просто о церковном работе. О каком-то режиме. Или разногласия есть. Разногласия есть, но ссоров нет. Да, крики ссоры нет. Хорошо. И последний вопрос тоже с подписью такой, не из праздного любопытства, а это действительно ситуация. Если бы перед вами была семья, которая решила развестись, как бы вы попытались отговорить их? Что бы вы делали? И нужно ли что-то делать, чтобы предотвращать разводы? Если они имеют завет, для меня очень большой роль играет завет перед Богом, пока смерть не разлучает. Венчание, да? Да, венчание. И я бы все сделал. И вот один мужик пришел ко мне и говорит, что устал от жены. Всегда кого слушаю, что как жена такая-такая. Я ему просто задал вопрос. Как ты думаешь? Я всегда ему такие вопросы задаю. Если ты попал бы в необитованный остров, ты и твоя жена, ты подумал о разводе. Честно, ответь. Он говорит, нет, наверное. Говорю, потому что это альтернатива. Я попробовал бы убрать альтернативу от их жизни. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Мы будем заканчивать. И мы говорили уже немножко о том, что мы в этом выпуске хотели бы сделать некоторый вызов нашим зрителям. И также мы говорили, что Артур очень хорошо готовит. И мы хотели бы сейчас бросить вызов нашим зрителям, чтобы жена для мужа или муж для жены приготовили простой, легкий, но какой-то такой романтический ужин. Для вот, ну создания такой романтической. Видео у Жасмин на канале. Что вы готовили? А просто завтрак для Жасмин я готовил. Завтрак для Жасмина. Задание будет у нас таким. Мы оставим ссылку на это видео. Вы должны посмотреть этот рецепт, приготовить его для своей второй половины и опубликовать это в социальных сетях, отметив Юлю, меня, Артура, Висюне, всех, кого отметили. И Жасмин. Обязательно, да. И тот, кто мы выберем потом, посмотрим, у кого получилось оригинальнее, красивее, романтичнее. Кто через супруг был прям доволен больше всех. Мы подарим вам, мы выберем с Артуром, я вам скину несколько вариантов, вы выберите, и мы подарим им вашу новую книгу с вашим автографом. Да. А Жасмина, кстати, я обещал, там она тоже какой-то объявила, что что-то там будет. Одна за круто, мы подарим, что Люся из наших помидоров закрыла. Закатку, да? Да, закатку. Я ищу с помидором. Органик. Органик. Органик с огородом. Органик с огородом. Значит, челлендж есть, вызов такой, да. Условия мы еще напишем в описании под видео, и подарки мы тогда приобретем несколько ваших книг и попросим вас расписаться. Очень хорошо. И трем нашим зрителям. Я сам подарю. Их вручу. Отлично, супер. Теперь подарки для вас и будем заканчивать. Мы никогда не ходим с пустыми руками, да. И тогда мы приготовили для вас вот такую историю. Дорогие, все, мы вас берем на ужин. Спасибо, дорогие. Вот. Нож, но нужно будет распечатываться. Тут не развязать. Мы уже сколько не пробовали. По запаху масляник краской пахнет. Посмотрите, это наши друзья делают вот такие штуки. Всем нашим гостям. О, какая красота. Молодцы ваши друзья. Подожди, подожди, подожди. Аккуратно. А вы всем тоже самое, да? Да, ну не то же самое. Вы сейчас увидите, почему не то же самое. А кто это делает? Мы ссылку оставим и на обратной стороне таблички тоже написано. О, какая красота. Смотрите. Ой, понюхайте. Ант Вуди, да? Ант Вуди, да. Это подходит нашему кухню как раз нашему кухню. Прочитайте, прочитайте, что там написано. Аккуратно. В нашем доме мы громко смеемся, уважаем друг друга, ценим семью. Благодаря. За друзей. Да, благодаря. Прощаем и забываем. Обнимаемся. Следуем за Господом. Даём второй шанс. Говорим, я тебя люблю. Мы семья. Симонья. Спасибо. Дорогие, реально, это очень приятный подарок. Знаешь, когда чувствуешь не искусственное, настоящий дерево. А вот сзади написано. Спасибо. Хорошие все ребята. Кстати, еще один подарок подарили, вы даже не поняли. Да? Я с детства люблю вот эти срывания. Пупырчатые. Обычно мы это собираем с собой. 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 Чтобы не нервничать при посадке. Хорошо. Спасибо большое. Друзья, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Пусть как можно больше людей видят это видео. Пишите, что вам полезно было из того, что вы здесь услышали. Спасибо, что приняли нас. Спасибо за гостеприимство, за еду бесконечную, которую мы едим и едим. Спасибо. И пусть Бог благословит. Спасибо вам, дорогие. Спасибо за вашу большое внимание. Сегодня ужин от нас. Сегодня? Да. Всё, мы идем. Напросили. Я думаю, оператору не касается. Нет, нет. Наш любимый ресторан. Оператор отработал и домой. А вы арабскую кухню любите? Мы что угодно. Приправы любите? Это очень острое только. Нет, не острое. А, это индийское очень острое. Вот в Индии я там была. Ладно, всё, будем прощаться. Извините, что не можем пригласить вас к нам на ужин сюда. Да, да. Поедим мы без вас. Но приезжайте в Армению, в нашу церковь, на конференции, в школу Артура Симоняна. И вы вкусно покушаете. И духовно. У меня место. И здесь уже. Уже весной будет. Хорошо. Артур Лесине, Юлия, Антон Петагин. Спасибо большое и пока. Субтитры сделал DimaTorzok